Давайте прочтем Как Павел сам о себе говорит Одна из его такой визитной карточки В Деяниях Глава 22 Деяния 22 Сначала начнем С первого стиха начнем Чтобы в контексте было Мужи, братья и отцы Вы слушайте теперь мое оправдание перед вами Услышавши же это Он заговорил с ними на еврейском языке Они еще более утихли Он сказал Я иудеянин родившийся в Тарсе Киликийском Воспитанный всем городе При ногах гамолила Тщательно наставленный в отеческом законе Ревнитель по Боге Как и все вы доныне Я даже до смерти гнав Последователей сего учения Связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин Как засвидетельствует о мне Первосвященник и все старейшины От которых и письма взяв К братьям живущим в Дамаске я шел Чтобы тамощных привезти в оковах в Иерусалим на истязание Когда же я был в пути и приближался к Дамаску Около полудня Вдруг осиял у меня великий свет с неба Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне Павел говорит о себе факты На еврейском языке И он говорит Стоял на балконе храма Смотрел на храм Почему? Потому что люди хотели его линчевать Убить его И его римский солдат взял И он защищался И первое, что он говорит о себе В третьем стихе Я иудеянин Я еврей Но это интересно Он не говорит Я баптист Он не говорит Я мессианский еврей Он не говорит Я христианин Он говорит Я иудеянин Я еврей И он говорит Это в настоящем времени Он не говорит Я был евреем А теперь я стал Рожденным свыше верующим Он не говорит Я был евреем А теперь я стал архиепископом Рима Он говорит Я еврей в настоящем времени Второе, что он говорит Родившийся в Тарсе Но Я родившийся и воспитанный в этом городе В этом городе В этом городе Которое он находится сейчас В всем городе Когда я говорю Я вырос в Иерусалиме Как вы думаете В каком возрасте он переехал в Иерусалим? Для того, чтобы сказать Я вырос в Иерусалиме Воспитан в Иерусалиме Воспитан Родился в Тарсе Воспитан в всем городе В Иерусалиме В каком возрасте Переехал? Ребенок Еще когда был ребенком Чтобы быть воспитанным где-то Вырасти где-то Может быть начиная с Трехлетнего возраста Пятнадцатилетнего Если вы в 25-летнем возрасте Туда переехали Вы не можете сказать Вы вас воспитали там Но когда вы ребенком Еще переехали Он не переехал туда сам Он говорит Я воспитан в Иерусалиме Но моя семья должна была Меня сюда привезти Потому что мне был Только один год Я не родился в Иерусалиме Но я воспитан в Иерусалиме Это означает Еще бывший ребенком Я вырос в Иерусалиме Моя семья туда привезла меня Я туда сам не переехал Была ли у Павла семья в Иерусалиме? Да У него была его семья в Иерусалиме Написано ли это в Новом Завете О том, что у него была семья в Иерусалиме? Да Кто-то знает? Да Он воспитан в Иерусалиме Это мы знаем из следующей главы В следующей главе Мы узнаем, что у Павла был племянник Племянник, который принадлежал Радикальной террористической группе Группировки Фашистам Двадцать третья глава Книга Деяний Мы узнаем, что его племянник Принадлежит радикальной группе Правого крыла Или Правое крыло И он услышал от этой группы От этой группировки, что они планируют убить Павла Да Нашли стих? Эта группировка сдала обет Поклялись Что они не сделают чего? Не будут есть, не будут пить Это очень серьезный обет Клятва Не есть, не пить, пока Пока не убьют Павла Это еврейские террористы Правое крыло Фашисты Группировка Фашистская И кто принадлежал к этой группе? Племянник сестры Сын сестры, его племянник То есть, если у него был племянник У него, значит, была и сестра Жившая в Иерусалиме Которая была семья И члены семьи принадлежали к фашистам Вы понимаете, о чем я говорю? Был ли Павел фашист? Был, пока не встретил Иисуса Сам Павел был радикальным И, в принципе, он сам хотел убивать верующих Он хотел преследовать верующих даже за пределы Израиля Чтобы их потом привезти в Иерусалим На суд Это интересные слова, то, что он говорит У кого есть власть, чтобы это делать? Может ли кто-то пойти к первосвященнику Или в правительство И сказать такое, что Дайте мне разрешение поехать в другую страну И арестовывать их там, в другой стране Если я пойду туда, то мне скажут Ты кто такой? У тебя что, права есть? Ты что, судья? Или ты полицейский? Или дипломат Ты что, работаешь в служении ЦРУ, БР, служба безопасности? Не всякий еврей может войти Или прийти к первосвященнику И получить право на экстрадицию евреев Обратно в Иерусалим Кто может это делать? Член Синедриона Член Синедриона Можно сказать Главный адвокат в стране У кого есть официальная позиция Статус Так же он говорит Он ученик Гамалеила Кто такой был Гамалеил? Он что, был учителем школы? Учитель средней школы Он был глава поколения Гамалеил Гамалеил был Президент Синедриона Самый главный судья И у президента Синедриона Под ним находилось Еще 72 судьи Поэтому быть учеником Гамалеила Не означает Что он учил его В средней школе Он не учил его В университете И он не учил его Как получить докторскую диссертацию Защититься Он его учил В пост-докторской сфере На очень-очень высоком уровне И в Мишнах говорится Что Гамалеил выбирал Одного студента из тысячи Или же тысячи студентов Подадут свое заявление Только одного принимал И это другими словами Значит Что Павел был Очень-очень умным Интеллигентным Очень талантливым В законе Он не мог быть Простым человеком Я хочу учиться Учиться Гамалеила Нужно было уже быть Таким человеком Который достиг Успеха В еврейском мире Кто-то у кого уже Было достаточно Власти, влияния Для того, чтобы Пойти к первосвященнику И самому стать Инициатором Какого-то действия Дипломатического действия И также получить В экскорт Римских солдат Для того, чтобы Идти в Дамаск Найти верующих Арестовать их И привезти их обратно Это очень такое глобальное Дипломатическое действие Дипломатический акт Вы понимаете это? Поэтому Павел не был Каким-то просто Равином Каким-то фарисеем Он должен был быть Очень Находиться на высокой позиции Большим чиновником С полномочиями дипломата Для того, чтобы получить Официальный доступ К первосвященнику И разрешение Идти в Дамаск Арестовывать там евреев И впечатление Которое создаётся У людей Из седьмой главы Книги Деяний И девятой главы Книги Деяний Такое ощущение Складывается у людей Что он был мальчиком На побегушках Павел Что те люди Которые побивали Стефана Сняли одежду И он просто там Стерёг одежду Вот и всё И потом Когда они побили Стефана камнями Они дали ему Чаевые Это такое впечатление Складывается У большинства христиан То, что он просто Держал одежды Тех людей Которые хотели Побить камнями Стефана Но в Талмуде Мы также читаем И в трактате Санедрион Санедрион Что задача прокурора Когда исполняется Суд Или разбирательство Судебного В Иерусалиме Это давать приказы Давать указания И также идти впереди Этого судебного наказания Или же Другими словами Сказать Хорошо Убейте его Вот в этом Заключалась Его задача Но как он это делал У них не было Мобильных телефонов Рации у них не было И в дневное время Они не могли взять фонарик И знаками Передавать сообщения И место казни Находилось за пределами города И что бы произошло Если бы они вышли За пределы города С жертвой И затем кто-то приходит Приходит снидрён И говорит У меня есть новое доказательство Не надо его убивать Как же они сообщали Как же они контакт имели Друг с другом Синедрён был вверху А место казни Было там внизу И нужно было Чтобы какой-то человек Стоял на этой высокой точке И мог обозревать место Между снидрёном он стоял И местом казни И как Талмуд говорит Что и у этого человека Находился свитер И если бы Если он не получал Никакого знака От Синедрёна Остановиться Остановить казнь То он своим свитером Начинал размахивать Давал знак Знак для того Чтобы начать казнь Начать побивать человека Стефана Поэтому Павел был Этим прокурором Который обвинения Выдвигал против Стефана И он же давал указание Приказ убить Стефана И поэтому он себя чувствовал Чувство вины его Одолевало Всю остальную жизнь Он говорит Я величайший грешник Грешник из грешников Потому что Будучи прокурором У него было знание У него была информация Он знал Что казнь Стефана Была неправильной Что они сфабриковали Дело И это было политическое действие И в качестве политического поступка Такого дела Они убили невиновного человека И убийство невиновного человека Очень большое преступление Со стороны Человекового власти Закона Что еще Павел говорит о себе? Что он был фарисеем Что это значит Быть фарисеем? Грамотный Весьма образованный В чем фарисеи хорошие И в чем плохие? Знание знакомо Хорошее Они хорошо знали Закон Ешуа склонен к фарисеям Большое поучение Ешуа Суа 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 Их называют Лицемерами Ешуа Ешуа Суа Очень жестко Говорил К фарисеям О фарисеях Очень сильно критиковал И даже одна целая глава Есть критики Двадцать третья глава Матфея Именно Очень критическое В отношении фарисеев Вы фарисеи Как белопокрашенные гробы Вы чистые снаружи Полные нечистоты И костей мертвых внутри Вы фарисеи даете Десятину са Сатмина И Забывайте самое главное В Торе Истину Праведность Милость Очень сильная критика Но также нам нужно понять Кем были фарисеи Фарисеи были протестантами Что можно сказать Основная характеристика Протестантов современных Несогласие с буквестом Я бы хотел так Независимость Они верили Что каждый Может сам читать Библию Для себя Вот в этом произошла Большая революция Мартина, Лютера и Кальвина Вчера 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 Таксист У него В машине Там были Три иконы Я спросил Вы верите в Иисуса? О, да Вы христианин? Да Вы читаете Библию? Нет У меня времени нет Когда я был ребенком Я немножко читал Библию Теперь у меня нет времени Он ничего не знал О Библии Ничего об Иисусе Но он христианин То, что сделал Мартин Лютер Вернул Библию снова людям И он сказал, что Не нужно быть священником Чтобы читать Библию Каждый может читать Библию Это очень большая идея была Революция До фарисеев В Ветхозаветный период Если кто-то хотел узнать Волю Божию для себя Что он делал? Он читал Библию? Шел к священнику Да, он шел к священнику Кому еще он шел? К пророку Профит Он шел к священнику или к пророку И он спрашивал их Купить для меня корову Или не купить мне корову? Купить или не купить? Жениться или не жениться? Только, пожалуйста, не соединяйте Эти два вопроса вместе И священник говорил ему Да или нет? У него был урим, тумим, черный и белый камень Если был да, то он вытягивал белый, значит да Если черный, значит нет Либо шел он к пророку И он давал ему деньги И пророк говорит ему Да, ты можешь купить корову Или нет Что сделали фарисеи Это революция была Они сказали Нет, нам не нужен священник или пророк Мы можем изучать Слово Божье И Слово Божье мы можем узнать Что плохо, что хорошо Что правильно, неправильно Большая революция Также они верили в чудеса Также они верили в ангелов Также они верили, что Тора The Word of God Is a guide for everything in life Not only for religion Тора, Слово Божье является водительством для всего в жизни Не только в сфере религии That's why Paul was a Pharisee And Jesus was a Pharisee Откуда тогда происходит это впечатление О том, что фарисеи Лицемеры и плохие люди Не только от Иисуса Первая запись, в которой мы встречаемся Где сказано, что фарисеи и лицемеры Это сказал не Иисус Почти за сто лет до Иисуса Эта фраза была За шестьдесят, семьдесят лет Где-то примерно До Иисуса Знаете, кто это сказал? Царь Янай Который был женат на последние представительности Хасмонеев И он жил где-то в 80-м году до нашей эры И он сказал своей жене Он говорит, не бойся фарисеев Но бойся фарисеев Которые называют фарисеями себя Но они лицемеры Можем ли мы это сказать о христианах? Можем ли мы это сказать о евреях в наши дни? Можем ли мы это сказать об украинских? Можем ли мы это сказать о любой группе? Особенно в религиозном обществе Потому что большинство религиозных сект Говорят о любви Благодати О спасении Евангелизме Но кто из них вообще практикует то, о чем говорят? Какая самая ужасная религия в мире? Самая некрасивая Найхудшая религия в мире Христианство Христианство Самая некрасивая религия в мире Потому что Никто другой Никто в истории человечества Никто не говорил в истории человечества Так много о любви О благодати Более о спасении И никто больше не делал всего для того, чтобы убивать Чтобы уничтожать Использовать Это христиане Это относится не только к 20 веку Но это относится к 3-му, 4-му веку И до наших дней Ваши родители, возможно, выжили в Холокосте Кем были нацисты? Они были буддистами? Нет Они были христианами Когда они сжигали евреев И цехан И многих других людей В газовых камерах Даже здесь, в Украине В воскресенье Они ходили в церковь И они говорили Отче наш, Сущий на небесах Они изучали об Иисусе Истории Учились Цитировали слова Иисуса Тоже относятся к Испанской инквизиции И в Португалии Те же, которые устраивали крестовые походы Тоже относятся и к нашему времени Мы даже не еще Наша война, которая в Ирландии Еще та война Вполне не завершилась Европейская история Наполнена историей кривопаралития христианами Также знаете Тридцатилетнюю войну В чем смысл этой войны был? Кто-то знает? Тридцатилетняя война Суть крещения была Между Германией И Францией И Францией И даже в Скандинавии Суть его крещения была Мне дали знак завершить Поэтому Мы продолжим это занятие И если у вас есть вопросы Когда мы возвращаемся после перерыва Я отвечу сначала на ваши вопросы После перерыва